«Почему лицедейство считается грехом? Раньше актеры ханили за пределами освященного кладбища. Могу, конечно, ошибаться». Насчет за пределами кладбища тоже я не в курсе, но считалось, потому что там это было сопряжено с языческими какими-то вещами. Это было такое язычество, и там все это празднество Богу такому-то, празднество Богу таксекому-то, и все это было лицедейство, все это было обставлено на эти языческие праздники, собственно говоря. Корни актерского мастерства, они оттуда. И тогда актеры этим занимались, поэтому христианам нельзя было этим заниматься, считалось это грехом. И вообще все это запрещено было. Например, актриса приравнилась к блуднице, поэтому если она хотела стать христианкой, то она должна была оставить свое ремесло актерское. Но это было в те далекие времена, когда христианство существовало в языческом мире. Сегодняшние актеры и тогдашние актеры, их рядом нельзя ставить, это совершенно разные вещи. Поэтому церковные правила по поводу актеров и лицедейства в то время не могут быть распространены на современных актеров. Это однозначно. Хотя, с другой стороны, я не знаю, тут я могу пальцем в небо ткнуть и попасть не знаю куда, но предположу, что актер играет роль. Наверное, это какое-то лицедейство, неестественность, может быть, как-то отражается на его душе. Может быть, тут я не знаю. Я просто не общался с актерами очень тесно, я не знаю никого, поэтому не могу сказать их проблемы. Может быть, из актеров кто-то бы сказал вам, как влияет все это на душу и насколько это вообще положительно влияет, а может отрицательно. Какие, может быть, роли тоже играют, тоже зависит, наверное. Поэтому, мне кажется, что если человек ведет такую активную духовную христианскую жизнь, мне кажется, ему будет сложно совмещать свое христианство и актерскую деятельность. Но это мое личное мнение, которое основано на моих каких-то фантазиях и представлениях об этом, обо всем. А как это в реале, я не знаю. Спасибо. Спасибо.